МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я рада вас приветствовать на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Приложского федерального университета. Мы открываем десятую битву в рамках площадки «Политические бои-2017». «Политические бои-2017» — это в первую очередь образовательная площадка, где каждый из участников проекта сможет на практике в реальном политическом бою сформулировать и научиться отстаивать свою гражданскую и политическую позицию. Оргкомитет проекта «Политзавод» благодарит Казанский Приложский федеральный университет, Высшую школу журналистики и медиакоммуникации, КФУ личная ректора Ильша Таравкатовича Гафурова за оказанную поддержку и содействие в реализации проекта. Итак, мы начинаем. Десятая битва, десятая площадка, десятая встреча в рамках нашей дискуссии сегодня. Сегодня мы сыграем три раунда, три актуальные, три интересные темы и выберем лучшего спикера среди достойных. И помогут нам в этом уважаемые эксперты, экспертная комиссия, члены жюри. Итак, знакомьтесь. Сегодня с нами в экспертной комиссии Георгий Гатаулин. Ваши аплодисменты. Советник ректора Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Также сегодня с нами в жюри Динар Бариев, руководитель штаба молодой гвардии. Выпускник проекта, финалист проекта, победитель проекта, ныне помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации и Федерального Собрания Раиль Шамсудинов. Ваши аплодисменты. И большой друг проекта, эксперт, куратор проекта Леонид Толчинский, директор высшей школы журналистики, медиакоммуникации Казанского Привожского Федерального Университета. Представлю вам спикеров, тех, кто сегодня будет сражаться за право стать лучшим. Итак, это команда «Звезда». Набиуллин Ислам. Ваши аплодисменты. Команда «Белс Булдарабос» Максим Конов. Команда «Акул и Политики» Тимур Зарипов. И завершает команда ППРТ Анастасия Чубаренко. Ваши аплодисменты ребятам и пожелания удачи. Первую тему мы сформулировали следующим образом. Тему для первого раунда. Поймать синего кита. Решит ли проблему доступа к негативному контенту новый закон Яровой. У спикеров будет по одной минуте, чтобы представить свою позицию и точку зрения. У уважаемых гостей, экспертов и болельщиков зала будет раунд вопросов, чтобы задать любой интересующий вопрос любому из спикеров. Итак, Ислам. Минута стартует для вас. Прошу. Добрый день. Меня зовут Набиуллин Ислам. Команда «Звезда». Закон Яровой является своевременной мерой, которая может помочь в решении проблемы суицида. Необходимо привлекать к ответственности не только людей, доводящих до самоубийства, угрозованием и запугиванием, но и людей, подталкивающих их к этому добровольно. Однако, закон Яровой не решит полностью проблему. Нельзя решить проблему только на законодательном уровне. Необходимо работать на разных направлениях. Во-первых, привлекать СМИ. Во-вторых, работать с детьми, молодежью, родителями. В-третьих, призывать людей оказывать содействие в разоблачении злоумышленников. Необходимо приложить все усилия для решения проблемы. Спасибо за внимание. Благодарим вас. Вы грамотно использовали время и учли пожелания по регламенту. Максим, минута стартует для вас. Изложите вашу позицию. Добрый день, уважаемые коллеги. Согласно последним данным, суициды с помощью групп смерти увеличились незначительно с данными, которые были до этого. Суициды были, есть и будут. Но с ними надо бороться. Надо вопрос понять, кто двигает людьми, которые идут на суициды. Это те люди, которые как бы чего-то не добились. И как их наказать? Закон, его не допускает. То есть, очень трудно будет следователям доказать, что это были целенаправленные, то есть, доведение до суицидов, или это было как-то под действием каких-то факторов, то есть, незначительных. То есть, эмоциональные, в алкогольном опьянении, или еще что-то. Когда один не думает. Надо, предлагаю, работать с молодежью, работать со СМИ, и развивать детские площадки, чтобы дети занимались. Спасибо. Благодарим вас за вашу точку зрения. Итак, следующий спикер, который выступит перед нами, это Тимур Зарипов. Тимур, время для вас. Добрый день, уважаемые участники. Хотел вас приветствовать, уважаемые члены жюри. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, очень острая, и очень, на сегодняшний момент, я считаю, актуальная. Ирина Яровая предложила законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. До этого мы имели, лишь для введения, с помощью унижения, уголовной ответственности для детей. Но сегодня мы понимаем, что происходит информационная революция, что множество отношений и множество отношений внутри общества переходит в социальные сети. Сегодня социальные сети становятся базовым элементом, который воздействует на сознание и психику большого количества людей. Наше правительство идет, я считаю, по правильному направлению, уже сообщество ВКонтакте, приравненное к СМИ, и также воздается за какие-либо нарушения. Я считаю, что мы не должны упускать социальные сети, не должны упускать интернет, и те люди, которые в интернете выпускают ролики, направленные на пропаганду суицида, а это целое сообщество, которые и эти люди не подвергаются какой-либо ответственности. Мы должны внести закон в эту сферу и контролировать, я считаю, информационное пространство для блага наших детей. Спасибо. Благодарим вас, аплодисменты. Анастасия, минуту для вас, изложите точку зрения. Доброго дня, уважаемые эксперты и коллеги. На сегодняшний день существует беда, именуемая как Синикит. И меня, так же, как и вас всех, беспокоит данная проблема, которая может перерасти в угрозу подрастающему поколению. Подростки, которые не получают так нужного им внимания и понимания, ищут его на просторах интернета и находят у кураторов групп смерти, которые им дают опасные для жизни задания. Нужно ведь что-то с этим делать? Ирина Анатольевна Яровая предлагает санкции в отношении тех, кто склоняет подростков к суициду. И поправка как никогда актуальна. Ведь, согласитесь, это очень странно, что преступление есть, а наказание за него уголовным законодательством не предусмотрено. И, как гласит народная мудрость, если суждено украсть, то суждено быть сбитым. У меня все, спасибо. Благодарим вас. На этом мы завершили раунд представления оппозиции. Предлагаю перейти к вопросам. Итак, первым выступал Набиуллин Ислам. Ислам, вопросы для вас, уважаемые зрители. Есть ли у вас вопросы? Да, Альбина. Вы отметили такой пункт, что необходимо работать с родителями. На данный момент в Казани развивается такой проект, как лаборатория родительского образования университетом талантов. Конкретно, какое содержание должно быть в этом тренинге для того, чтобы сократить количество суицидов среди подростков? Спасибо. Для начала необходимо объяснять, что это может привести, это угрожает именно их детям. Они должны быть заинтересованы этим. Они должны всеми силами поддерживать различные правоохранительные органы, сотрудничество государства. Они должны помогать им в этом. Благодарим вас. Да, следующий вопрос. У нас всегда любят после последствий вести охоту на ведьм. Кто же виноват, что игра в «Синий кит» очень популярна? Спасибо за вопрос. Кто же виноват, что пока не спрашиваем, что делать? Как вы думаете? Возможно, заинтересованы определенные группы элит, которые хотят дестабилизировать ситуацию в нашей стране, которым это выгодно. Спасибо. Хорошо, ответ получен. Есть ли еще вопросы? Да, Алина. А что бы конкретно вы могли предложить для решения данной проблемы? Какие именно санкции вы бы ввели? Благодарим вас. Какие именно бы санкции вы ввели, что бы вы предложили для решения данной проблемы? Ну, в своего рода уже Яровай предложил определенные санкции ввести против людей, которые подталкивают людей к суицизму. Это уже, мне кажется, достаточные санкции. Необходимы определенные только меры, помогающие провести жизнь эти идеи и работать с населением. Благодарим вас. Уважаемый эксперт, есть ли у вас вопросы к исламу? Добрый день. Ислам, вы, конечно, сказали один хороший тезис – предлагать все усилия. Конечно, безусловно, нужно предлагать все, что угодно, но, наверное, немножко продолжаю вопрос последний, который вам задали. Действительно, какие есть конкретные предложения с вашей стороны, которые можно действительно применить и сделать так, чтобы, возможно, эту угрозу устранить? Ну, как я уже говорил, необходимо работать со СМИ, то есть, чтобы через СМИ люди понимали, в чем проблема, чтобы они могли тоже как-то помочь в решении данной проблемы. необходимо объяснять работа с детьми с помощью различных психологов, социологов и так далее. Необходимо работать также с молодежью, тоже с родителями, объяснять им ситуацию, чтобы они были готовы к возможным последствиям, чтобы предотвратить. – Благодарим вас. Аплодисменты и слава. – Можно еще один вопрос? – Да, Леонид Григорьевич. – Если можно, ко всем вопросам. – Да, в формате Блиц. – Да, в формате Блиц, потому что все сказали про СМИ. И в то же время все говорили о том, что вообще эти подростки и в целом молодежь сегодня все-таки в социальных сетях. Вот что, на ваш взгляд, СМИ могут предложить, и кто сегодня является их аудиторией? Реально ли СМИ могут повлиять на ту аудиторию, которая потенциально суицидальна? – Спасибо за вопрос. Мне кажется, СМИ способны повлиять, в частности, на молодежь и на детей, так как известно, что и аудиторией является и молодежью, различные группы населения, в том числе и молодежь. И они через СМИ можно объяснить и как-то предотвратить все это. – Я просто поясню, откуда вопрос. Сегодня все исследования, только что Сбербанк сделал, только что британские исследователи опубликовали свои исследования. 75% молодого населения в возрасте до 14-15 лет, 75% вообще не черпают информацию и свои информационные потоки с телеэкрана. О печатных СМИ мы вообще не говорим. Вот эффективность СМИ вы настаиваете все-таки? Если да, то кого они должны быть направлены? Кстати, на молодежь, на родину? Что ты роль СМИ не очень услышал? – Максим, да. – Ну, вопрос. Суицидальная молодежь – это, согласно исследователям, от 14 до 30 лет, которые подвержены. И это всегда та молодежь, которая сидит в социальных сетях. То есть все те люди, надо понять, почему они там сидят. Потому что им заняться нечем. То есть они сидят, не играют. Мы играли раньше в детстве во дворе в мячик. Сейчас детских площадок нет. Телевизор не сидят, не смотрят они. Они общаются просто за интернетом. То есть СМИ что можно сделать, предложить? Ограничения. Если взять социальные сети, то есть заблокировать всякие видео, которые они смотрят непонятно что как. До 14 лет наши дети используют, то есть регистрация в социальных сетях или идет по электронной почте, или по телефону. То есть до 14 лет дети берут телефон от родителей. Там можно заблокировать просто социальные сети. Или придумать новые детские телефоны, с которых они могут звонить. То есть сейчас ребенок в первой классе идет с айфоном 7, можно сказать. – Благодарю вас, Максим. – 30 секунд, вопрос вблизь. Время ответа для вас. Я полностью поддерживаю тезис, что сегодня социальные сети стали доминирующим звеном тех, кому до 25. Потому что СМИ, а тем более официальные СМИ, государственные, они свою роль как формирующий фактор общественного мнения потеряли окончательно. Сегодня до 25 лет поколение. Я как по своему поколению сужу, я понимаю, что сегодня они ушли в социальные сети, они ушли в различные сообщества в социальных сетях. И я считаю, что тут нужна здоровая контрпропаганда. То есть сегодня СМИ захлестнула оппозиционный мотив, захлестнули разные дестабилизирующие факторы, и нет здравомыслящей государственной контрпропаганды СМИ. Например, в Китайской народной республике есть целая концепция работы в социальных сетях и в контентах. То есть именно конкретно предметной работы, целая концепция, как менять сознание молодежи в правильное и полезное для государства русло с помощью социальных сетей. А сегодня у нас этого нету, но и сегодня можно уже окончательно понять, что телевизор, СМИ и другие инфраструктурные ресурсы на сознание не влияют. Нам надо работать социальными сетями, нам нужна полная государственная концепция, как работать в этой сфере. Благодарим вас. Анастасия. Если речь идет о подростковом суициде в контексте синего кита, то синий кит, он как бы растит в просторе интернета. И сейчас уже вводится, допустим, если раньше дети находили те группы смерти по хэштегам определенным, то сейчас, если эти хэштеги вбиваются, то там уже антипод создан, то есть образ дельфина, который спасает, помогает. То есть если дети хотят найти, они не могут этого найти. А те, кто уже, грубо говоря, в этой игре, то администрация ВКонтакте это все блокирует, и там вылезают ссылки на психологическую помощь. То есть подросток в любом случае не дойдет, грубо говоря, до финала своей игры, он получит помощь. Либо она просто будет, ну, как бы игра заблокирована. У меня вопрос, Анна, если можно, ко всем. Вот вы совершенно правильно обозначили роль СМИ, роль семьи, роль школы. Как вы считаете, какое место в этой работе, в этой борьбе за умы наших детей, за их будущее, должны занимать органы правопорядка МВД, ФСБ? Должны ли они участвовать в этом? И как вы видите, каким образом? Да, Ислам, 30 секунд. Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, правоохранительные органы обязаны в этом участвовать. Они должны проверять различные группы на наличие каких-то запрещенных действий с их стороны. И, соответственно, закрывать их и привлекать к уголовной ответственности людей, совершающих, подталкивающих людей к суициду. Спасибо. Да, Максим, большое спасибо. А сотрудники ФСБ, если они хорошие сотрудники, то их не видно и не заметите. Благодарим вас. Ислам. Спасибо. Сегодня мы видим, что правоохранительный орган, в первую очередь, это защитники прав и свобод человека гражданина и порядка. Я считаю, что работникам МВД надо уже по-другому подходить к самой кадровому понятию работника. Необходимо внедрять уже в саму профессиональную структуру именно психологические метод образования и создание целых отдельных подразделений на базе МВД, которые могли бы заниматься именно несовершеннолетними. Целых отдельных структур внутри Министерства внутренних дел, которые бы точечно занимались этой проблемой. А по поводу ФСБ, я бы сказал, что ФСБ действительно, как было отмечено, должна работать незаметно. И у нее очень тяжелые и большие задачи. Но надо соточиться именно на МВД, который непосредственно соприкасается на митингах и на других неформальных встречах. Именно создание большого круга специалистов. Я так считаю. Спасибо. Благодарим вас, Тима. Рассмотрю вопрос в контексте тоже. Комиссия, допустим, по делам несовершеннолетних. На учете состоят те подростки, у которых подвижная психика, и за ними контроль, надзор. То есть, если подросток приходит отмечаться, грубо говоря, проводить с ним какие-то беседы. Или просто так же агитационно по школам ходить и объяснять, что если уж проблема есть, то ее нужно решать. Потому что молчать не имеет никакого смысла. Спасибо. Благодарим вас. Есть ли еще вопросы к Максиму? Да, Дина. Максим, здравствуйте. Вы сказали, что нужно работать с молодежью. А как? То есть, какие методы и технологии увидеть именно работы с молодежью? Спасибо за вопрос. Ну, если судить о преслагольных встречах, был вопрос об общественных организациях. Их ответили всего пять, но их очень много. Особенно не знают те проекты, которые связаны с детьми. Это детский университет, который помогает обучению. СДО, общественная организация, которая работает с детьми. Созъезды, Илдозлык, Форпост, Российское движение школьников, ЮНАМИ, которые работают с детьми. Почему мы их не видим? Многие не знают, то, что они делают, как они делают. Хотя они везде есть, находятся и общедоступны. Почему? Их не приглашают, не показывают. Многие молодежные организации в день первого звонка выходят на стадион. Вы знаете об этом прекрасно. И они показывают и приглашают вступить. Почему школьные организации не могут проходить в первый класс, на линейку, показывать их, знакомить, общаться. То есть на коллегии министерства некоторые приглашать. Там раз, два, три общаться и все, больше ничего нет. Почему мы не рассказываем, не показываем о них? Да, есть информация, но мало кто заходит. Благодарим вас, Максим. Аплодисменты Максиму. Итак, мы переходим к раунду вопросов для Тимура. Студия. Да, Оксана, ваш вопрос. Тимур, добрый день. Взамен синему киту, который был в социальных сетях, сейчас появился «Розовый пони». Это мультфильм и онлайн-игра для детей от 6 лет. В ярких анимационных историях содержатся призывы совершить опасные для здоровья и жизнедействия. Для детей уже. То есть не для подростков, а для детей, у которых психика еще не сформирована. Как остановить появление вот таких уже, то есть не социальных сетей, а уже переход на другой уровень, то есть мультфильмов, онлайн-игр для детей? Вот вопрос. Спасибо большое. Тут можно выделить, наверное, три такие проблемы. Первое, информационное пространство России сегодня по факту недостаточно защищено. Не государственное, а именно частное информационное пространство. То есть различные проникновения различных видеозаписей, проникновения различных программных течений. То есть в нашей информационной пространстве оно открыто. Сегодня любой пятилетний может с этим столкнуться свободно. То есть надо прилагать действия, опять-таки повторюсь, на создание концепции по работе социальными сетями. А именно социальными сетями, то есть по работе с молодежью до 18 лет. Именно с помощью, оттуда уже двигая их сознанием и пониманием жизни. Именно целая государственная политика нужна, я считаю, и продуманная концепция. Второе. Проблема заключается в том, что сегодня многие дети предоставлены сами себе. То есть если в советское время мы видели целую сеть бесплатных кружков, начиная от различных занятий, продленки в школе те же и так далее, то сегодня дети, приходя после школы домой, родители на работе, они остаются предоставлены сами себе. У кого-то не у всех есть возможность заниматься дополнительными кружками, ходить в бассейны, я не знаю хоть куда. То есть надо создание целой сети юношеских учреждений, также восстановление продленок учреждений именно по работе с детьми. Ну и третье, соответственно, крамотный контрпропаганда в самих социальных сетях. Благодарим вас. Да, еще есть вопрос. Тимур, скажите, пожалуйста, вы как думаете, почему так поздно законодатели задумались об этом ужесточении таких групп, ведь каждый год это активно проявляется в социальных сетях, неоднократно об этом обсуждается. Кому это выгодно и кто от этого пользы получает? Спасибо. Ну и можно сказать, что включение России в само вот это вот постиндустриальное информационное пространство, оно началось практически после 90-х годов, да? После развала Советского Союза. Ну вот, и мы можем сказать, что оно начало идти, ну даже французские законодатели говорили, что мы проспали информационную революцию. Или американские, когда увидели, что Трамп победил в Твиттере и Фейсбуке, а не на Fox News и NBC, а именно в Твиттере и Фейсбуке. То есть это нормальный процесс, то есть не всегда возможно успеть за временем. Но главное, что им удалось сейчас понять, что это очень важно, и постепенно начать работу при уникновении информационной сети. Просто на самом деле она началась неожиданно и ускорилась резко, и невозможно успеть, то есть даже на Западе это не удалось сделать. Я думаю, что у нас грамотный процесс будет, и я думаю, что он уже начался, и контроль за информационным пространством. Благодарим вас. Уважаемые эксперты, если у вас вопросы к исламу, в зал, если у вас... Да, ответы. Уже неоднократно было сказано, что необходимо проводить работу с молодежью. Представьте, что вы пришли в школу к подросткам, проводя профилактическую работу по предотвращению социальных наклонностей. Какие ключевые три тезиса вы бы сказали подросткам? Подросткам? Ну, тут же ключевых тезисов можно сказать очень много. Нужна системная продуманная работа каждый день. Тезисы какие? Я считаю, что подростки должны увидеть, а тем более школьники должны увидеть реальную перспективу, то есть создание целой сети юношеских организаций. Сегодня у нас функционирует много кружков, например, молодая гвардия, куда много молодежи, кстати, входит, или других. При коммунической партии тоже создаются такие кружки. То есть различные объединения молодежи и проведение лагерей, летних выездов бесплатно, восстановление поездки в большом количестве молодежи, там, в Артек, Крым и так далее. То есть улучшить жизнь молодежи и, соответственно, поднять его. Молодежь должна почувствовать, что в ней нуждается государство, создание различных кружков, мероприятий, форумов, чтобы молодежи, у нее просто не было бы времени заниматься этим, чтобы они не были предоставлены сами себе после двух часов, когда они приходят со школы. Вот и все. Главное. Отличные рецепты, интересные. Спасибо вам. Аплодисменты. Еще один вопрос. Можно я? Да. Насколько тема очень злободневная и касается каждого, поэтому и вопросов так много вы не обижаетесь. Нам просто интересны и наши позиции, и ваша позиция. Как вы считаете, вот в начале, в самом начале борьбы, войны, вот с этими действиями страшными, своими последствиями, как вы считаете, может существовать разумная цензура? И нужна ли она? Когда начинаем говорить, что разбул на телеканалах передач, причем в дневное время, которые, кроме того, что развращают молодежи, больше ничего не дают, такие талантливые группы, как Ленинград, ну и много-много примеров. Вот как вы считаете, какая-то разумная цензура поможет, или это бесполезно, что никогда запрет не решал какие-то вопросы положительные? Спасибо. Ну вообще, конечно, цензура – это вещь очень сложная, многогранная. Тут надо подходить с того, что сегодня, введя цензуру в печати, на телевидении, на первом, на втором канале, мы не сможем вести цензуру ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. То есть просто начнется переток мысли оттуда в другое русло. И вот тут, мне кажется, мы должны противопоставить этим деструктивным моментам новую концепцию политики, новые передачи, которых будет в большом количестве. Но я считаю, что на федеральных каналах, однозначно, точно таких сериалов, как «Школа», которая шла на первом канале, они идти не должны, они оказывают деструктивное воздействие, тут просто уже говорить нельзя. А именно нужна выдержанная цензура, но так, чтобы она была продуманная, идеологизированная политика, направленная на уничтожение деструктивных моментов. Но главное, чтобы… Вот вопрос цензуры очень опасен, потому что если вести цензуру, возможно, что некоторые здравые моменты могут выйти. То есть потому что я считаю, что цензура должна быть, должна быть разумная цензура. И нужно создание вот целой такой комиссии по цензуре, которая будет этим конкретно заниматься. То есть нужны специалисты. Это должны заниматься не депутаты, не правительство. Этим заниматься должны именно те люди, работники психологи, работники там культуры, которые бы, языковеды, которые бы вот это смогли выработать. То есть я считаю, что нужна. Но к этому надо относиться очень осторожно и очень продуманно, потому что мы можем вызвать, что они уйдут в социальные сети и получат больше там злободневной информации, чем на федеральных каналах. Я так считаю. Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты. Сейчас вопросы для Анастасии. Уважаемые участники. Да, у нас есть. Вот здесь был первый вопрос, затем там второй вопрос. Вы упомянули создание антиботов, которые работают на запрет данных групп. Но также вы упомянули, что молодежь, которая является неблагополучной, в основном вступает в эти группы. Как вы думаете, стоит ли ввести антиботы на алкоголь, курение и другие вредные привычки? Я не говорила, что непосредственно в эти группы смерти вступают именно неблагополучные. Можно сказать, что некоторые подростки просто жиру бесятся. Им интересно узнать, потому что менталитет такой, что запретный плод сладок. И если мы здесь этого не найдем, мы пойдем найдем это в другом месте. Это как раз-таки относится к тому, что и алкоголь после 10 можно купить, и табачные какие-то изделия, продукцию. Просто нужно запрещать, но делать это умеренно, чтобы не было такого особого рвения и больших очередей рядом со специализированными магазинами. Спасибо. Благодарим вас. Да, Зуфар. Анастасия, вот я, например, такой подросток, необразованный, неграмотный. Вот как вы объясните мне, почему нельзя играть в игру «Синий кит»? Спасибо. Я вас попрошу все-таки возвратиться к истокам. Там все идет из семьи, и если вам дорогое здоровье психоэмоциональное ваших родителей, то, ну, мне кажется, что вы не совсем запущенный вариант. И если надавить на определенные психологические точки, то подросток сам до этого дойдет и увлечься. Все, спасибо. Благодарим вас. Да, Татьяна. А, вот, вот микрофон. Добрый день всем. Вот от всех спикеров я слышала обратиться за психологической помощью. Так как сама являюсь в одному из образований психологом, мне интересно, как дети будут попадать к психологам. Психологическая помощь у нас добровольная. А это всем вопросует? Да, мне интересно от всех. Да, формат БЛИЦ. Да, Ислам, прошу вас. Можно еще раз вопрос? А каким образом дети смогут обратиться за психологической помощью? Ведь она добровольная. Многие из вас говорили в качестве одного из методов решения проблемы обращение за психологической помощью. То есть как дети обратятся, кто обратится? То есть каким образом произойдет вот эта коммуникация? Возможно, в некоторых случаях сделать обязательно это с психологом. Есть, например, серьезное подозрение, что ребенок подвержен воздействию вот этих групп, необходимо в принудительном порядке его вести к психологу. То есть принуждать должны родители? То есть родители должны... То есть они имеют право, мне кажется, в этом случае... Хорошо, Максим, ваша точка зрения. Могу сказать. Это тогда остается вопрос, кто же поведет кого к психологу? Ребенок или родители? Максим, ваша точка зрения. Я могу ответить. Я два с половиной года работал в бюджетной организации, работал с детьми. У нас обязательным посещением было психолога один раз в месяц в родительское собрание. Плюс висела информация, бесплатный телефон доверия, куда каждый ребенок мог позвонить. Психолог, когда проходил, он сдавал карточки, чтобы если не висел, а всегда было по-другой. Проблемы есть? Звони. Хочешь, можем тебе прийти в любой момент, объяснить, поговорить. Благодарим вас. Да, Тимур. Ну, для начала надо вообще определиться, кому мы хотим помогать. Если мы хотим дети до 18 лет, то это не одна большая группа, это колоссально систематизированная группа подростков. То есть надо разделить дети до 6, до 12, допустим, до 16 и далее. Если это дети до 6 лет, то тут психологическая помощь, считаю, должна быть незаметной. В форме простых игр в школе, в детском саду. Соответственно, в школах, я считаю, необходимо просто вообще базово, необходимо создать целую сеть психологов. Именно в школе и в детских садах. То есть там уже начинается эта работа. И она должна начаться в форме игровой формы. Именно там. Соответственно, также в школах, в бюджетных учреждениях, в многих школах по факту нет психологов сегодня. Хотя они должны быть там. Это большое упущение. И, соответственно, если психолога нет в школе, кто вообще их контролирует и какую русло они развиваются, никто ведь ответить не может. Это очень большое упущение. Я считаю, это первое, это ведение в школах обязательной психологической форме поддержки. Это первое. Второй момент я вижу в том, что если это дети от 12 до до 16 и далее, то тут, соответственно, любая попытка психологического навязанного придет к отторжению, обязательному отторжению. Поэтому здесь, я считаю, надо и уходить в истоки, и надо уходить уже в контрпропаганду внутри этих социальных групп, откуда идет разложение. Надо именно туда уходить и создавать альтернативу этим социальным группам. Именно увести их оттуда. Потому что если ему 17 лет, я считаю, что это юношеский максимализм, и любая попытка сказать, что ты не прав, она вызовет отторжение. Но это если очень грамотный психолог, идеально сможет им объяснить, поэтому надо бороться именно с истоками внутри социальных сетей и туда войти, наконец, и закрепиться, и наше государство должно быть там быть. Ваша позиция ясна. Анастасия. В первую очередь, подросткам необходимо объяснить, что психолог это не психиатр, потому что слово психиатр они боятся как огня. А во-вторых, подростки, они как бы обитают в школах, и они там взаимодействуют с педагогами. Когда учат на педагога, то есть читают курс определенных психологий, то есть возрастная психология, психология правонарушителей. Если человек не случайно попал преподавать в школу, то есть он заметит, что есть какой-то сдвиг у ребенка в психике, и с помощью бесед или игровых форм преподаватель, даже просто преподаватель, может это выявить, и также необходимо ввести штатных психологов в школе. Благодарим вас. Вопросы для Анастасии. Одна коробка, нет, ремарка, да, по поводу, сейчас на меня все психологи, я вице мира, да, проблема в том, что многим психологам нужна сегодня помощь. Психологическая помощь, конечно. Потому что профессиональный уровень сегодняшних психологов, он заточен под другое поколение людей, а не под то, о котором, вот скажем, Тимур очень усиленно говорит. Поколение, которое умеет отсекать все, что ему не нужно, он просто не принимает и все, и уходит. Вот это клиповое сознание, он принимает только то, что это сознание ему сейчас хочет принять, поставить и все. Психологические школы сегодня к этому не адаптированы, это надо тоже признать. Ваши вопросы для Анастасии, уважаемые эксперты. Да, за. Добрый день, у меня следующий вопрос. Как бороться с тем, что кураторы смерти, они запугивают ребенка, как мы знаем, у ребенка нестабильная психологическая, ну, еще не сложилась стабильная психика, и получается, кураторы смерти, они знают их адрес, и они могут запугать такими фразами, как мы, если вы не будете продолжать, мы убьем ваших родителей, и таким образом ребенок не хочет идти ни к родителям, ни к психологам, ни к кому, и вообще не искать никакой помощи, и как бороться с вот этим? Как выйти из этого замкнутого круга? Ну, на самом деле, из этого замкнутого круга выход есть, потому что, ну, те, кто сидит и отправляет вот эти вот задания и угрозы родителям, ну, любой здравомыслящий родитель, он не будет бояться вот этого человека, который тяжелее мышки ничего в жизни в своей жизни не поднимал, это во-первых. И во-вторых, существует положительная статистика, как раз таки, когда ребенок уже отказывается выполнять, там дается список из 50 заданий, то есть человек зомбирует, и когда на каком-то этапе он хочет уйти, ему начинают говорить, что нет, мы убьем своих родителей, там, и еще какие-то страшные вещи, как правило, тут уже ребенок, у него ломается психика, и он идет к родителям, то есть вот непосредственно это запугивание как раз таки подталкивает к положительной статистике. Спасибо. Благодарим вас, это ваша точка зрения. Есть ли еще вопросы, уважаемые эксперты, уважаемые эксперты, уважаемые эксперты, оценить по пятибалльной шкале выступление Ислама Набиуллина, он выступал первым. Три-четыре-четыре-четыре. Спасибо. Вторым выступал Максим Конов, ваши оценки для Максима. Четыре-четыре-четыре-четыре. Третьим выступал Тимур Заривов, команда Акула Политики. Пять-пять-пять-пять. И завершал раунд Анастасия Чубаренко, команда ППРТ. Четыре-четыре-четыре-пять. Последняя пятерка. Благодарим вас, уважаемые эксперты из зал. Теперь час голосования для вас. Прошу вас четко следовать регламенту. Голосуют только те, чьи спикеры не были представлены на сейчас в раунде. Прошу вас оценить знаком лайк или дизлайк выступление Набиулина Ислама. Вторым выступал Максим Конов, команда Бэсбул Драбус. Третьим выступал Тимур Зарипов. И завершал раунд Анастасия Чубаренко, команда ППРТ. Благодарим вас, ваши оценки учтены. Таким образом, счетная комиссия сейчас будет подсчитывать результаты. Уважаемых экспертов, я попрошу прокомментировать раунд, каким он был сыгран. Вызвало интерес, бурное обсуждение. Динар Георгий Шамгунович. На самом деле, хочется сказать спасибо ребятам, потому что, несмотря на столь юный возраст, действительно ребята подготовились. И даже, наверное, к тем вопросам, которые задавали, мне кажется, большинство наших политиков еще не могут найти ответы. И действительно ребята старались обдуманно подходить. И на самом деле, я думаю, что хорошо, что такую тему действительно ребята обсуждают, то, что думают. И надеюсь, что благодаря даже такого плана мероприятиям действительно получится найти пути решения. И, возможно, действительно в одном из выступлений или в комментариях, в том числе в вопросах, будут пути решения. Поэтому, на самом деле, все большие молодцы. И я действительно хочу еще раз поблагодарить ребят, потому что проработали, подготовились, и это достаточно вызывает уважение. Я тоже хочу добавить несколько слов. Вот эта, мне кажется, обдуманность и уверенность, это все-таки приходит именно где они находятся. Мне вот эта площадка, я первый раз здесь участвую, очень нравится. То есть от площадки, от людей, которые задают вопросы, и от количества тех людей тоже зависят. Поэтому они уверенно... Конечно же, от команд зависит и поддержка спикера и подготовка, и те вопросы, которые задают. Они очень хорошо развиваются. Да, большое спасибо. Благодарим вас. Герой Шамгун. Мне только буквально пару слов, потому что тема настолько больная. В принципе, мы, конечно, просмотрели это дело, просмотрели серьезно, и сейчас надо очень консолидировать все силы. И меня очень радует то, что вот наши молодые, я надеюсь, будущие спикеры, они уже в теме, они уже... Это как бы залог того, что тема будет не умалчиваться, а развиваться и решаться. Вот это самое ценное от сегодняшней дискуссии, на мой взгляд. Благодарим вас, Георгий Шамгунович. Итак, мы начинаем следующий раунд. Спасибо большое. Итак, мы начинаем следующий раунд. Во втором раунде сразятся команды. Команда Минтимер, Василий Чистяков. Прошу вас к трибуне, к политическому барьеру. Вторая команда, команда Татар-Политик Лар, Альбина Шакирова. Третья команда 5-0, Алина Ушакова ее представляет. И четвертая команда, команда Политбат, Руслан Богданов. Ваши аплодисменты нашим спикерам. Тема второго раунда это комфортная городская среда. Уважаемые спикеры, правила те же у вас будут до одной минуты на формулировку своей позиции. Расскажите, пожалуйста, выскажите свои предложения, свои тезисы, свое мнение. Каким образом сделать так, чтобы для каждого из нас была создана или уже она сейчас создана комфортная городская среда. Итак, Василий, минута для вас. Добрый день. Урбанисты во всем мире делают акцент на социальной составляющей города. Город, дружелюбный к человеку, это город с высоким человеческим потенциалом. Он имеет широкий выбор образовательных программ, современную медицину, разнообразную функционально-общественную пространку для проведения досугой. Это город, который позволяет найти хорошую работу, развиваться профессионально и творчески. Что может развить человеческий потенциал? Это инвестирование ресурсов в образование, доступность услуг, разнообразие предложений на рынке жилья, высокая пропускная способность транспортной сферы, внедрение IT-технологий. В какой-то момент все эти меры начинают приносить свои плоды. Потенциал города не зависит напрямую от его величины, поскольку комфорт рядового горожанин зависит от реализации его интересов, а не от внешних факторов. Основные параметры комфортной городской среды – это безопасность, функциональность, эстетика, социальный климат и бытовой комфорт. Важно, чтобы человек чувствовал себя как дома и за пределами своей квартиры. По сути, это не только градостроительный, но и социальный. Время вышло, овы, и вы можете продолжить на этапе вопросов. Итак, Альбина, минута для вас. Изложите ваши тезисы. Постоянно меняя условия жизни человека, мы должны вести сквозную линию. От квартиры, подъезда, двора, стаканчику инфраструктуры, прилегающим к дому, и всем районам и городам. Федеральный приоритетный проект формирования комфортной городской среды с 2017 по 2020 год – именно об этом. Самое интересное, что законы, кодексы, федеральные партийные проекты имеют такую же благую цель – сделать нашу жизнь в городе лучше. Данный проект имеет пять основных принципов, но самый главный принцип, я считаю, – принцип общественного участия. Ведь только если мы будем готовы к обсуждению, обратным связи и активным действиям, мы добьемся результатов. Мы уверены, что не надо ждать высоких постов. Увидев неработающее табло на остановке или покосившись в столб на детской площадке, мы должны сообщить и действовать. Ведь только мы можем запустить тот самый механизм поддержки, мероприятия и предложения, инициированные гражданами, обозначенные в этом проекте. Я веду работу в данном направлении, потому что хочу жить в городе, дружелюбным к своим жителям, и хочу стать ему самым лучшим другом. Спасибо. Спасибо. Алина, минута для вас. Изложите вашу точку зрения. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Алина. Доказатель по праву можно считать образцом комфортной городской жизни. Структурность работы является залогом к комфортной городской жизни. Следствием этого будет улучшение инвестиционного климата, увеличение туристического потока, появятся новые торговые площади, появится возможность для улучшения промышленности в новом поколении. Однако, несмотря на то, что уже многое сделано для развития нашего города, нельзя не заметить и те моменты, над которыми следует еще поработать, в том числе и создать условия для комфортного сосуществования разных категорий граждан. Например, ежедневно мы сталкиваемся с проблемой огромного количества автомобилей, которые припаркованы практически везде. И зачастую эти автомобили мешают комфортно передвигаться по городу. Однако здесь есть и другая сторона медали. Все мы, многие мы с вами имеем автомобили. Минута закончилась. Вы сможете продолжить, когда у вас будет. Если вам зададут такой вопрос. Итак, Руслан, минута для вас. Добрый день. В настоящее время активно осуществляется федеральная программа «Комфортная городская среда». Особо поятно то, что лидером и примером в данной программе является Татарстан. Свой вклад в развитие решения проблем благоустройства городских территорий вносят преподаватели и сотрудники Картунг-Строительного университета. Может возникнуть вопрос, нужна ли данная программа. Ответ однозначный – да, она нужна. Известно то, что две трети выделенной суммы планируется потратить на благоустройство дворов. Двор – это место, где люди общаются с соседями. Дети знакомятся с городской стрельдой. Пространство поседневного отдыха горожан. Проблемы дворов – это хаотично запаркованные автомобили. Отсутствие четких границ между общегородской территорией и двором. Также отсутствие детских площадок, площадок выголов домашних животных. Сделать парковку или обустроить детскую площадку – такие вопросы можно решить только совместно с жителями. Мы должны растить новое поколение людей. Очень важно то, что будут видеть наши дети. Благодарим вас за четкое исследование. И так мы переходим к раунду вопросов. Первым был Василий Чистяков. Ваши вопросы для него, уважаемые зрители студии. Если у вас вопросы. Да, Максим. Добрый день, Максим. Скажите, пожалуйста, согласно федеральному программе предоставления денег по благоустройству по домовой территории, Республика Татайстан не получила денежных средств, гранты. То есть мы делаем все за счет своего бюджета, бюджета Республики Татайстан. Скажите, почему? Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Скажем так, я не знаю почему, но раз мы это делаем, значит у нас есть такая возможность. Нет, хорошо. Отлично. Георгий Шамбонович. Я немножко помогу Василию. Между прочим, я столько лет занимаюсь летней оздоровительной кампанией в числе всех тех, кто составляет межвизинс-компании. Нам федерация и денег на летний отдых никогда не выделяет. Вот вам и ответ. Просто все считают, что мы самодостаточны и что мы должны помогать другим, а не ждать помощи от Москвы. Но тем не менее мы в этом плане очень много делаем и выигрываем гранты. И гранты идут как раз на развитие и городской среды в том числе. У меня другой вопрос. Вот последние пять лет я каждое лето плаваю вверх и вниз по Волге и смотрю, во что превращаются наши волжские города. Тот же Волгоград, Самара. Уж не говоря про Касимов, такие мелкие города. И у меня вселяется гордость в моем сердце, что Казань, конечно, сейчас образцово-показательный город в этом плане. Но я помню менталитет жителей Казани и других городов Татарстана еще пять-шесть лет назад. Скажите, ко всем вопросам изменился менталитет и за счет чего менталитет горожан? Я считаю, что он меняется с молодым поколением. Молодые люди, которые сейчас видят город таким, какой он есть сейчас, они уже не представляют его другим, что он может быть хуже. Поэтому время идет, менталитет со временем меняется, это не быстрый процесс. Люди более, наверное, старшего возраста, их, наверное, переубедить сложнее. Наверное, это сложнее и еще дольше. Альбина, ваша точка зрения? Менталитет меняется благодаря тому, что Татарстан уже два года назад начал работать в этом направлении. 2015 год — год парков и скверов, 2016 год — год водоохранных зон. И действительно, Республика проводила большую работу по обсуждению многоизвестных парков, таких как Парк Горького, Горькинско-Аметьевский лес, Парк Урицкого со своими жителями. И я думаю, что именно то, что мы являемся ярким примером, подействовало на менталитет жителей. К примеру, Наталья Фишман, помощник президента Республики Татарстана, выступала на международном экономическом форуме в Петербурге и рассказывала опыт работы в нашей Республике в течение этих двух лет. Спасибо. Благодарим вас. Алина. Менталитет меняется глобально с момента тысячелетия нашего города. И мы с каждым годом это можем видеть, как это всё развивается, как люди в последнее время уже меньше стали выкидывать какой-то мусор из окон. То есть человек меняется внутри. И только из-за этого мы сможем сохранить нашу экологию и улучшить нашу среду обитания. То есть не нужно изменять всё, нужно изменять себя. Начнём с себя. Руслан. Нам, жителям города Казани, повезло больше, чем таким городам, как Челны, Нижнекамск. Это можно увидеть. Помню 2004 год, поезжаю в Челны. Площадь энтузиастов, сидят с баллонами пива, пьют пиво. В Казани я такого набаумно ни разу не встречал. Если человек хочет злоупотребить, он идёт в бар. Тысячелетия Казани, универсиада преобразили город настолько, что даже элементарная российская менталитет, привычка, вышел с автобуса, бросил билет, куда попало, нет. Человек пройдёт с ним, и молодые люди, вижу, идут возле остановки, если нету, пройдут дальше, выбросят билет. Это вот в мелочах кроется истина. И оно так во всём подняет. Благодарим вас. Проект. Вопрос всем очень коротко. 29 апреля Ильцур Айсович Медшин объявил, что будет вообще городской субботник, да ведь как вы лично к этому относитесь, к таким мероприятиям? И нужно ли туда выходить, чистить, и почему? Спасибо. Я отношусь, на самом деле, к этому очень положительно. Я как раз считаю, что как раз такие мероприятия, они воспитывают. Уважение к своему дому, району, повышают как раз этот менталитет, да, получается, что люди своими руками это делают, и свой труд потом, ну, он оценивается по-другому, чем это сделал кто-то, для кого-то, непонятно. То есть вы за, Альбина? Я также выступаю за личное участие в субботнике своего двора, но считаю, что нужно выходить за пределы обозначенных государством мероприятий. Например, в прошлом году с помощью поста ВКонтакте я собрала друзей, и мы отправились в администрацию Кировского и Московского районов и спросили, где нужно убраться. Нам указали карьер, как очень грязную территорию. Мы поехали, убрались и были очень рады тому, что мы можем просто сделать наш мир немножко чище. Спасибо. Кстати, возможно, в рамках полиции завода нам захочется всем вместе организовать такую общественную акцию и пойти куда-нибудь выбраться, где это необходимо. Орг-комитет проекта не против. Тем более в год экологии. Алина. Субботники — это исторически сложившиеся мероприятия. То есть субботники идут уже на протяжении многих лет. И каждый человек, который хочет жить в чистой, комфортной среде, он обязан выйти на субботник и помочь убрать все то, что накопилось за зиму. Благодарим вас. Руслан. Субботник — это, прежде всего, коллективная работа. Приходя на грязную площадь, совместно ее убирая и видя плоды своих трудов, мы сплочаемся и готовы к новым результатам, к новым действиям. Отлично. Есть ли еще вопросы к Альбине? Да. Добрый день, Альбина. У меня следующий вопрос. Как вы думаете, создана ли в Казани комфортная городская среда для людей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями? Спасибо за вопрос. В течение двух лет, 2014 по 2016 год, проводилось исследование с Союзом добровольцев как раз-таки по уровню формирования доступной среды в городе Казани. Казань заняла третье место. Первое место Москва, второе место Краснодар. Я думаю, что то, что мы вошли в тройку лидеров, говорит о том, что мы движемся к полному успеху в формировании безбарьерной среды. Спасибо. Нет, все-таки я бы уточнил вопрос коллеги. Вы считаете, что он стал комфортным для людей с ограниченными возможностями? Не про рейтинг. Это рейтинг может характеризовать, что в других еще хуже. Вот он стал комфортнее. Сейчас человек с ограниченными возможностями может спокойно спуститься с этой горки на Бауна, с Бауна подняться на Бодлерова и так далее. Вот ваша оценка личная. Моя личная оценка заключается в том, что формируются все условия. Это специальные у нас указатели для людей с проблемами зрения. Это объявления остановок и также звуковые светофоры. Это пандусы в различных организациях, как магазины и аптеки. И также те лифты, которые есть в подземных переходах. Единственный вопрос в том, что иногда они не работают. Но эти проблемы, я считаю, нужно поступательно решать. И если кто-то это заметил, неправильное функционирование этих элементов безбарьерной среды, нужно, конечно же, об этом сообщать. Благодарим вас. Альбина, я хотел просто добавить, продолжить эту мысль. Мы только в самом начале пути. Совершенно верно. Третье место еще не говорит о том, что у нас создано действительно человеческие условия для этих людей. Совсем недавно я прочитал в газете, как женщина 20-30 часа билась в лифте перехода надземного, когда она застряла там. А у нас почти половина этих лифтов не работает. А если не работает, вот заканчиваясь тем, как она рассказала, если вы ее не услышали, зачем все это закончили. Делается многое, но не так абсолютно, как вы право так говорите об этом. Я тут не буду вершиваться, но делаю. Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты Альбина. На этом мы завершаем рамки вопросов. И переходим, Алина, к вам. Ваши вопросы. Да. Хотелось бы узнать, как определить, вот есть ли у нас городская комфортная среда? Спасибо. Как определить? То есть критерии, правильно, да? Критерии определения есть или нет? Ну, в нашем городе мы спокойно можем добраться от одной остановки до другой, от дома до работы, и это займет не так много времени по сравнению с тем, что в некоторых других городах происходит. То есть критерии время стояния в пробках? Время стояния в пробках – это раз. Время передвижения пешеходов – это два. Удобство передвижения – это три. Для инвалидов все-таки начали уже делать. Это уже прогресс – четыре. То есть мы развиваемся. Нельзя сказать, что все уже завершено. То есть вот эти четыре критерия. Я вижу, что есть несогласие или дополнение, Альбина. Современная урбанистика выделяет принцип пяти минут. То есть если вам необходимо пять минут, чтобы добраться до ближайшей аптеки, магазина, школы, остановки мусорного контейнера, значит, ваше среда проживания комфортная. Руслан, у вас есть что добавить? Комфортная городская сада. Здесь есть такой термин, как экология глаза. Человек физиологически сложен так, что вот сейчас мы находимся в этой аудитории, у нас глаза перенапряжены. В природе мы можем посмотреть в лес, в зоне переключается взгляд. И мы отдыхаем. В городе же мы видим плоские стены. И чем более, как те же самые челны, комплексы. У нас все время идет депрессия. В Казани же мы можем посмотреть всякие пилястры, вот эти элементы. Парки, скверы. Парки, скверы. Мы отдыхаем. Мы устанавливаемся. Есть ли еще вопросы к Алине, уважаемые эксперты? Да, вопрос к Максиму. Добрый день. Мы много говорим о городской доступной среде, благоустройстве. Ваше предложение по благоустройству наших деревень, сел. Там нет ничего. Нет детских спальтивных площадок, нет некоторых асфальтов. Что вы можете предложить, чтобы там люди нормально жили, где отдыхали? Благодарим вас, Алина. Сейчас идет работа по благоустройству деревень. В данный проект включены все населенные пункты с численностью жителей более 2000 человек. И поэтому здесь нужно главе этого поселения просто подать заявку и конкретные желания изложить. На федеральный уровень передать эту программу и будет разыгрываться грант. Благодарим вас. Итак, есть ли вопросы к Руслану? Мы переходим к Руслану. Так, да, здесь был вопрос. Ага, спасибо. А вот что бы вы хотели, чтобы изменилось у вас в городе для лучшей городской среды? Вот что не хватает? Вот все говорят плюсы, плюсы, плюсы. А вот нужно быть реалистом, что все равно не хватает. Что все плохо. Ну не все плохо, но надо быть реалистом и понимать, что все равно руки не доходят. Что бы вы предложили? Спасибо. Спасибо, Эльнур, за вопрос. А как я уже говорил в своем докладе, у нас, благодаря тысячелетию, универсиаде, у нас есть объекты, парки, все это мы восстановили. Но опять-таки дворы, дворы у нас многие находятся в ужасном состоянии, и необходимо именно их благоустраивать. Туда акцент делается. Да, есть ли еще вопросы к Руслану, уважаемые эксперты? Да, вот еще у Оксаны есть вопрос. У меня такой вопрос. А тут в беседе прозвучало, что надо сформировать общественное участие. По-моему, Альбина. Ну, вопрос к вам. Как вот сформировать общественное участие самих жителей? Да, у нас очень много сейчас делается, и менталитет меняется, но в большинстве своем жители у нас инертные часто бывают. И даже чтобы улучшить жизнь в своем доме, в своем дворе, не принимают участие. Не говорю, что там о собрании жильцов и о субботниках. Как сделать так, чтобы участие самих жителей было больше? Благодарим вас. Действительно, в некоторых домах есть такая проблема, но хотелось бы отметить то, что молодое поколение сейчас направлено на благоустройство, они готовы это делать. И возвращаясь к вопросу, который задали Алине, то есть в деревнях, как повышать благоустройство, надо узнать, а надо ли оно. Сделали сельские клубы в деревнях, но зимой поезжаем, смотрим, дорога заметена, то есть туда никто не ходит. Он не нужен был. Жителям надо было вначале спросить, им нужен сельский клуб или нет, или им надо что-то другое. Собирать, то есть для молодого поколения это ресурсы интернет, то есть все объявление сделали, QR-код сфотографировал, зашел на страницу, посмотрел, да даже у меня соседка Лайса Владимировна, 70 лет, она спокойно заходит в интернет, смотрит и все происходит. Активные люди есть. Университет, видимо, третьего возраста, она прошла активно. Благодарим вас, Руслан, благодарим уважаемые участники, аплодисменты всем участникам. На этом мы завершаем второй раунд. Прошу вас занять места в зрительном зале, а мы переходим к этапу голосования. Мне кажется, раунд выдался жаркий. Вопросы городской среды, комфортной городской среды касаются каждого, ведь мы с вами каждодневно бываем на улице, каждодневно идем на работу и сталкиваемся с рядом житейских проблем. Итак, прошу вас проголосовать. Первым выступал Василий Чистяков. Ваши оценки для Василия. 4-4-4. Второй выступала Альбина Шакирова. Команда Татар Политиклар. 4-5-5-5. Третий выступала команда 5-0. Ее представитель Алина Ушакова. Ваши оценки. 4-4-5-4. Завершал раунд Руслан Богданов. Команда Политбат. 4-4-5-5. Благодарю вас, уважаемые члены жюри. Зал, мы с вами сейчас проголосуем сердцем, проголосуем вашими лайками, интересными оценками. Прошу вас проголосовать Василий Чистяков. Понравилось или не понравилось вам выступление Василия? Напоминаю, что голосуют только те, кто не принимал участие, чьи представители не принимали участие в раунде. Василий Чистяков. Второй выступала Альбина Шакирова. Ваши оценки для Альбины? Голоса учтены? Третья была Алина Ушакова. Команда 5-0. Ушакова Алина. Команда 5-0. И завершал раунд Политбат. Руслан Богданов. Ваши оценки для Руслана? Голоса учтены? Отлично. Благодарим уважаемых спикеров. Благодарим уважаемый зал. Сейчас финалистами становятся, у нас есть результаты, пока подводятся результаты второго раунда, становятся Тимур и Анастасия. По итогам первого раунда. Прошу вас готовиться к раунду финала. Напоминаю всем участникам и экспертам и зрителям. В социальных сетях проходит конкурс на лучшую фотографию среди участников площадки Политбои 2017. Выкладывайте фотографии с хэштегом Политбои 2017, Политзавод в социальных сетях, Твиттере, Инстаграме, ВКонтакте. И у вас есть шанс получить интересные призы от Торкомитета проекта. Итоги конкурса мы подведем в марте, в конце марта и в конце апреля этого года. Участвуйте и получайте интересные призы. Таким образом, сейчас мы имеем результаты второго раунда. По итогам второго раунда в финал выходит команда Татар Политик Лар, Шакирова Альбина, и команда Полит Бат, Руслан Богданов. Ваши аплодисменты. Прошу вас готовиться, и мы начнем раунд финала. Раунд финала мы сыграем по интересной теме. По теме четвертая промышленная революция. Сейчас мир захлестнула идея, которая была высказана на форуме в Довосе международном экономическом о начале четвертой промышленной революции. И мы с ребятами сегодня попытаемся подискутировать на эту тему. Какие вызовы сейчас есть для нас, для татарстанцев и для россиян четвертой промышленной революции? Какие изменения в системе образования, в рынке труда, в экономике, политике, в социальной сфере произойдут и в нашем обществе? Будем ли мы готовы к этим изменениям? И что нас ждет позитивного или негативного четвертая промышленная революция? Итак, мы готовы к раунду финала. В финал мы сыграем по теме четвертая промышленная революция. В этом раунде сразятся следующие игроки. Итак, за первой трибуной Тимур, команда Акулы-политики. За второй трибуной Анастасия Чуваренко, команда ППРТ. За третьей трибуной команда Татар-политик Лар Альбина Шакирова. И за четвертой трибуной команда Политбат Руслан Богданов. Ваши аплодисменты. Итак, регламент остается тот же. Прошу вас. У вас есть одна минута. Четвертая революция, которая сегодня происходит, она происходит именно в сфере киберпространства, в сфере инфопространства. Это что не есть, как информационная революция, только намного ускоренная и быстро развивающаяся. На экономическом форуме в Довольстве о ней уже, конечно, было сказано, но мне бы хотелось сказать об этом. Вот о главном сейчас. Мы уже понимаем, что информационную революцию и четвертую революцию не остановить, она будет заполнять наше пространство, интернет станет неотъемлемой частью всей нашей жизни, но мы можем столкнуться с еще большими проблемами. Вот сегодня мы обсуждали одну из проблем, как детские самоубийства, это запущенное киберпространство. Мы должны сейчас уже срабатываться на том, что скоро эта четвертая революция придет к нам, скоро интернет войдет уже во все поколения, потому что много уже тех, кто уже и старшего, и младшего поколения, а младшее поколение практически, можно сказать, уже там и проводит свой основной досуг. Мы должны позаботиться о том, чтобы сделать так, чтобы они вошли в это киберпространство, в эту четвертую революцию готовыми, чтобы наша киберпространство, чтобы наша информационная система была защищенной, и чтобы мы смогли защитить свои интересы, чтобы не пустить деструктивные элементы со стороны других стран или внутри нас самих, чтобы контролировать это информационное пространство. Потому что новая четвертая революция, она будет намного летать. Смут, время истекло, спасибо. Итак, минута для Анастасии, прошу вас. Так ли страшна индустрия 4.0? Придерживаясь некоторых пунктов, можно смягчить интеграцию в процесс промышленной революции. Во-первых, это переподготовка кадров под новые потребности экономики. Во-вторых, эффективное перераспределение доходов предприятий и занятых граждан в специальные фонды с целью увеличения капитализации. Третье, если нам важна доступность продукции, то нужно ориентироваться на внутренний спрос и активно внедрять элементы промышленной революции в экономику. Крайне важно оказывать инновационным предприятиям поддержку на государственном уровне. Ведь будущее приходит значительно быстрее, если идти ему навстречу. Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты. Альбина, у вас есть одна минута. Изложите тезисы. Нам необходимо быть готовыми к 4 промышленной революции. Национальная технологическая инициатива уже запустила процесс адаптации к новым реалиям. Но необходимо делать еще больше, чтобы быть в тренде. Первое. Развитие цифровой экономики. Есть хорошая база, но необходимо развивать и другие ее аспекты. Второе. Инновации в бизнесе. Стартапы успешны, но ветераны рынка выживут, если только смогут реинвентировать себя. Хороший пример – Амазон, который раньше доставлял книги по почте, а теперь работает в сфере электронных книг. Также необходимо развивать новые направления. Яндекс – не только браузер, но и такси. Почта – не только почта, но и платежный сервис. Третье. Это рынок труда. К государству необходимо обеспечить систему переобучения и переквалификации кадров, активно включая в этот процесс бизнес-сектор, которому пора перестать быть пассивным потребителем готового человеческого капитала. Образование и люди – основные аспекты развития. И, как написано на сайте Национальной технологической инициативы, без формальностей галстуков, без традиционного мышления будем вместе строить новое будущее. Спасибо. Руслан, у вас есть одна минута изложить в вашу позицию. По мнению некоторых экспертов, четвертая промышленная эволюция уже наступила. Однако, подавляющее большинство россиян даже ничего не слышали о четвертой промышленной эволюции. Но всегда ли было так? Вернемся к истории. Первая и вторая промышленная эволюции. Россия незначительно уступала Англии и Германии в прогрессе. Но февральская эволюция, Первая мировая война сильно откинули. На четверть века наш прогресс. Затем, в 50-е годы мы активно начали развивать кибернетику. Но мы столкнулись с политическим аппаратом, который сказал, что это все плохо, и программу свернули. Опять-таки, на 10 лет мы были откинуты, потом только мы к этому вернулись. В настоящее же время мы сейчас стоим, обсуждаем четвертую промышленную эволюцию. Поэтому тема была нам дана Рустаму Галичу. Мы видим то, что есть посыл от политики, всяческая поддержка. При этом спикеры также отмечали, что необходимо готовить кадры преподавателей, которых будет людей будущего. Увы, время завершено. Аплодисменты. Мы завершили раунд представления политики. Итак, согласно правилам раунда финала, у вас сейчас будет возможность задать вопросы друг другу. И начнем мы с вас, Тимур. Либо формат БЛИЦ, либо кому-то персональ. Ну, я хотел формат БЛИЦ. Да. Вот такой момент. Сегодня есть угроза того, что в этой новой революции, четвертой революции, мы можем существенно проиграть странам Запада, Японии, то есть странам постиндустриального мира, первичной модернизации. Как вы считаете, на ваш взгляд, какие меры сегодня необходимо применять правительству, чтобы этот разрыв нивелировать, и чтобы мы создали собственную мощнейшую информационную систему, которая могла бы конкурировать с западными, японскими или другими транснациональными корпорациями и системами. Спасибо. Благодарим вас. Как сделать так, чтобы не проиграть? Спасибо за вопрос. Я отвечу, что не нужно гнаться за тем, чтобы перегнать наших западных партнеров или Японию, быть не лучше кого-то, а лучше самого себя в конкретный промежуток времени. Правительство, оно уже производит некоторые меры поддержки. То есть в Татарстане, например, это Иннополис, это огромный кластер, который поддерживается также на государственном уровне. Спасибо. Альбина. Как я уже отметила, Национальная технологическая инициатива, разработанная в 2035 году, это уже путь к 4-й промышленной революции. Все те шаги, которые я отметила в своем спичи, являются путем к этому. И также хотелось бы отметить то, что Национальная технологическая инициатива охватывает все сферы нашей жизни. Айронет, Халфнет, Нейронет и другие аспекты. Поэтому я думаю, что нам нужно продолжать двигаться по этому пути и каждому самому себе задавать вопрос, что я знаю о 4-й промышленной революции и как я могу применить это в своей личной деятельности. Благодарим вас. Руслан. 4-я промышленная революция, подготовка к ней немыслимой, без научных исследований и развития науки. Однако, возможно, в связи с тяжелым положением и в стране в 2016 году объем выделяемых средств на развитие науки был уменьшен. Я вижу, именно как раз таки, не смотря на тяжелое положение, не сокращать, потому что это стратегически важно для развития страны и безопасности. Спасибо. Анастасия, вопрос БЛИЦ или вопрос персональный? Вопрос БЛИЦ в том плане, что заменят ли технологии человеческий мозг. Вопрос следующего характера. Согласны ли вы нести ответственность, если вы купите КАМАЗ беспилотный, и он будет совершать какие-то правонарушения в правилах дорожного движения или еще что-то? Я бы хотел сказать, что одна страна уже от этого отказалась, заменив самолеты на беспилотники. Соединенные Штаты Америки. Это привело к колоссальным жертвам. Недавно теракт в Масуле был, который привел к гибели гражданских лиц. Это очень опасный шаг. Я бы хотел сказать, что, конечно, развитие это хорошо, но человеческий мозг должен быть над развитием и контролировать все эти процессы. Нельзя допускать, чтобы стремление к новизне, чтобы стремление к прогрессу и так далее приводило в затуманивание мозга. Мы должны контролировать прогресс, потому что прогресс... Мы поняли. То есть нельзя отказаться... Нельзя отказаться... Человеческий мозг все равно мудрее, чем машина. Альбина. Самое такое создание Бога, который... Хочу сказать, что КАМАЗ — это не самое страшное, что может произойти с миром в процессе Четвертой промышленной революции. Военные роботы, введение нейроструктур в стратосферу, предотвращение глобального потепления и другие технологические новинки должны следовать главному принципу — безопасность. Что бы ни происходило, мы должны всегда высчитывать риски научные и технические для того, чтобы все люди были живы, здоровы и счастливы. Ваша точка зрения. Афтопилот — это технология будущего. И ответственность за продукцию, за эти механизмы машины должны нести производители. И производители это понимают. Вольво выпустил автомобиль, который может передвигаться сам, но они перекладывают ответственность на водителя, он должен положить хотя бы одну руку на руль. И они не отвечают за свою машину. В таком случае. Благодарим вас. Итак, Альбина, есть возможность задать персонально или БЛИЦ? Мой вопрос заключается в следующем. Какие аспекты цифровой экономики необходимо развивать в России? БЛИЦ. Всем. Да. Да, хорошо. Во-первых, цифровая экономика — это вопрос, конечно, структурный. Необходимо будет менять всю структуру нынешней ситуации в России. Необходимо проводить постиндустриализацию экономики государства. Необходима замена старого, устаревшего документа оборота новыми цифровыми технологиями. И также необходимо введение в отношении между государственными органами и так далее цифровых технологий. Сегодня это и происходит. Контроль за сферой закупок, аукционы, электронные аукционы. Это надо продолжать и внедрять. Сегодня надо задуматься о необходимости подготовки специалистов именно в IT-технологии уже предметно, поэтапно, систематически, уже начиная со школы. Потому что цифровая экономика развивается колоссальными темпами, а чтобы учиться на нее 5 лет, это очень мало. И, на мой взгляд, что мы должны предпринять еще одно главное усилие, это возрождение собственных инновационных школ. Не копирование манхэттенских или гарвардских проектов, а создание своей школы. Благодарим вас. У нас 30 секунд, напоминаем, регламент. Итак, Анастасия. Если мы будем внедрять на производствах вместо человеческого ресурса какие-то машины, роботы, нам все равно нужно будет помнить о том, что мозг человека, его никак нельзя будет адаптировать под какие-то процессы именно индустрии в рамках 4.0. Спасибо. Руслан. Здесь важна стратегическая безопасность. В настоящее время вся мировая система завязана на доллар. Такого же не должно появиться в цифровой экономике. И видно, что правительство производит в этом отношении шаги. Мы уже получили платежную систему МИР, которая активно внедается, ее необходимо внедать на всех уровнях. То есть это не только обывательские, когда все здесь сидящие могут оплатить банковскими картами, но это уже и на глобальном уровне по расчетам между странами. Благодарим вас, Руслан. У вас есть возможность задать вопрос? Мой вопрос всем. Уже не первый раз обсуждается проблема четвертой промышленной революции. И многие спикеры говорят о том, что промышленная революция поведет к безработице. Но в России есть ли такая проблема, когда мы можем продавать сельское хозяйство? И как нам поможет здесь достижение четвертой промышленной революции? Ну, выбора нет. Если мы выбрали в 90-м году путь развития капитализма, будем идти к постинвестеральному обществу. В постинвестеральному обществе, как известно, 3-5% должны заниматься сельским хозяйством. Сегодня сфера услуг, а именно информатизация и IT-технологии требуют новых кадров в большом количестве. И они требуют их кадров уже прямо сейчас и здесь. Там дефицит рабочих кадров в IT-технологиях очень большой и колоссальный. И поэтому, когда это придется к безработице, это вопрос условный. Я считаю, что мы должны идти этим путем. И возможности структурной безработицы я не вижу. Возможно, фрикционная или сезонная безработица, но чтобы она была структурной, нет. При грамотной политике правительства. Надо учитывать специфику регионов страны. Москва, Петербург, Казань. Можно уходить в постинвестеральный мир, но надо не забывать о других регионах, которые пока к этому переходу еще не готовы. И надо проводить там свою концептуально хорошую выверенную политику. Благодарим вас за взвешенный подход. Анастасия. На мой взгляд, если внедрять какие-то продукты уже промышленной революции непосредственно в сельское хозяйство, то задайтесь тоже вопросом, что никакие технологии не заменят пастуха. Вот и все. И по поводу безработицы в России, этот вопрос, ну, о нем можно говорить бесконечно и в рамках промышленной революции, и в ней ее. Спасибо. Альбина. Согласно информации Международного экономического форума, 95% порученных операций будут заменены автоматическими системами. То есть это значит, что и в сельском хозяйстве появятся новые технологии. Но главная задача здесь, именно как я уже отмечала, это переобучение. Поэтому даже в сельском хозяйстве необходимо находить людей с высоким потенциалом, как их сейчас называют в мире HR, хайпо, которые обладают soft skills, и обучать их тем hard skills, которые необходимы в конкретной сфере в сельском хозяйстве, промышленности и так далее. Благодарим вас. Мне кажется, стоит аплодисментами завершить этот достойный раунд вопросов спикеров друг к другу. Уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы к спикерам? Вопросов нет? Тогда предлагаю перейти к раунду голосования и оценить выступление, потому что, мне кажется, сегодня подготовка ребят на высочайшем уровне. Ребята отлично подготовили как и вопросы, так и выступления. И очень сложно. Будет оценить жюри, да, Георгий Шамбалович? Просто у меня есть чем сравнивать, я не первый раз. И вот сейчас мне очень тяжело, потому что в финал вышли настолько ровно подготовлены. Ну, трудно кого-то выделить из вас. Но каждый имеет свою вот эту вот штуковинку. Руслан, он такой надежный, такой серьезный, несуетливый. Альбина, это один оптимизм, позитив. Тебе хочется верить, за тобой хочется идти, все хорошо, все прекрасно. Ты убежденный оратор. Даже я знаю, что не все прекрасно, нет, я начинаю верить. Это здорово. Анастасия для меня, это как представитель мира науки, априори с тобой спорить вообще нельзя. Ты убежидаешь своим имиджем, внешним видом. Логические аргументы, конек. А Тимур, это такой живчик, это энергетик, он моментально включается и начинает увлекать, увлекать. И сам, по-моему, тоже развивает тему. Экспромтор. И в то же самое время. Поэтому вот я получил громадное удовольствие, я не знаю. Я лично всем четверым поставлю пятерки, а уже как-то члены других комиссий. Напоминаю о прошлом прецеденте. В прошлом финале победили все четверо спикеров. Однако, не знаю, будет ли эта интрига раскрыта во второй раз, решать уважаемым экспертам вновь. Итак, прошу проголосовать. Первым выступал Тимур Зариков. Ваши оценки, уважаемые эксперты, для Тимура. 5, 5, 5, 5. Все пятерки. Второй была Чубаренко Анастасия. Ваши оценки. 5, 4, 5, 5. Третий выступала Шакирова Альбина. Ваши оценки для Альбины. 5, 5, 5, 5. Все пятерки. И завершал раунд Руслану Богдану. Ваши оценки для Руслана. 5, 4, 5, 5. Таким образом, мы имеем с вами победителей этого раунда, раунда финала. Это Зарипов, Тимур и Шакирова Альбина. Поздравляю с моим поздравлением. Леонид Григорьевич, может быть, пару слов на отсутствие уважаемых участников. Я даже не знаю, что сказать. Я абсолютно согласен. Мы недостаточно высокие раунды. Конечно, есть масса подвопросов. Конечно, при желании можно завалить. Сейчас просто влёк. И разбить позицию любого. Потому что, ну да, информационный фаталист. С другой стороны, например, на другом фланге очень пристальное внимание к тому, что будет с людьми, с кадрами. Это катастрофа вообще большая, гуманитарная, которую надо решать на этом уже этапе сейчас. Кто-то говорит о поддержке, государственной поддержке инновационных предприятий. Вопрос чуть-чуть такой вообще, как вы все это видите. Кто-то говорит о расцвете стартапов. Хотелось бы спросить, какие именно стартапы у нас так расцветают, что нам завтра откроют прям неведомые дороги в революцию 4. Можно, конечно, только... Ну, понимаете, каждый же навёл на эти вопросы. Значит, обладает в этой сложнейшей теме, да, достаточно серьёзными. А это тема завтрашнего дня. Поэтому я всех поздравляю. Я бы, конечно, тоже поставил 7 пятёрки и создал прецедент. Всех отправил в финал, в суперфинал, да. Ну вот четвёрки были, да? Да, четвёрки были. Жаль, должен сказать, жаль. Я на самом деле всех бы поздравил. Аплодисменты. На этом мы совершаем сегодняшнюю площадку политических боёв. От себя хочу поблагодарить всех спикеров, поблагодарить зал за отличные вопросы. И пожелать вам совершенствоваться и становиться отличными ораторами. А мы вам в этом поможем. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»